Господи Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, приемы и решенье без. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня пятница, и формально по богослужению Великий Пост сегодняшний день заканчивается, потому что сегодня на вечернем богослужении будут спеты следующие слова. «Душеспасительную, совершивши Четыридесятницу». То есть завершается пост, и мы постепенно входим в пространство святых дней Страстной Седмицы. Завтра Лазарева суббота, послезавтра вход Господень в Иерусалим, и после этого Страстная Седмица. Ну а сейчас мы завершим с вами чтение книги пророка Малахии. Этой книгой заканчивается Ветхий Завет, формально заканчивается, и это формально последний пророк, хотя можно последним пророком считать еще Иоанну Претечу, но он входит, повествование о нем входит уже в канон новозаветных книг. Поэтому Ветхозаветный канон библейских книг заканчивается книгой пророка Малахии, и сегодня мы к ней крайний раз обращаемся. Итак, мы читаем сегодня уже пророческую часть данной книги. В данной части Малахии обличает беззаконие и возвещает путь, которым явится правосудие. Вот что он говорит. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел Завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Савуов. И кто выдержит день пришествия его, и кто устоит, когда он явится? Ибо он, как огонь расплавляющий, и как щелок очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, переплавит их, чтобы приносили жертву Господу в правде». Это пророк Малахия, 3 глава, 1-3 стиха. Это пророчество об Иоанне Претече. «Вспомните эти слова. Глаз вопиющего в пустыне, приготовите пути, приготовите путь Господу». И вот пророчество Малахии как раз-таки вторит этим евангельским словам. Хотя вернее, наоборот, евангельские строки вторят библейскому пророчеству Ветхого Завета. И в этом смысле одно подтверждает другое. И одно из другого логически и по смыслу вытекает. Соответственно, это пророчество о Иоанне Претече. Вспомните Евангелие от Марка, 1 главу, 7 стих. «Идет за мною сильнейший меня». Как это перекликается вот с этими строками пророка Малахии. Господь идет как расплавляющий огонь. Это перекликается пророчески с нашей верой во второе пришествие Спасителя. Когда Он явится уже в своей славе, полноте своего преображения, полноте своей славы божественной для окончательного суда. Далее пророк опять напоминает о грехах народа. Господь говорит, они обкрадывают его. Цитируем. «Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня? Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятинную и приношениями. Приносите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытываете меня, говорит Господь Саваоф. Не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословение до избытка? И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землею вожделенную, говорит Господь Саваоф». Здесь, помимо исторического контекста, очень важен контекст сегодняшний наш, христианский. Пока человек сам пытается заниматься своим самосовершенствованием, нравственным, что, в принципе, невозможно, потому что такое делание, оно бесплодно, либо прелестно, да? От слова «прелесть» в христианском, нашем православном аскетическом понимании. Пока человек занимается вот этим самым, как иудеи занимались обогащением на основании того, что земля плохо родит и урожаи невелики, они не приносили Господу должного и удерживали большую часть десятины у себя. Так же и человек обкрадывает себя, когда опирается только лишь на себя, забывая о том, что процесс человеческого преображения, исправления — это процесс синергийный. Невозможно это сделать без Господа только лишь своими усилиями. Далее пророк обвиняет иудеев в том, что они восстают против Господа и говорят, что надменны и счастливы. В принципе, эти слова мы можем услышать и сегодня. Вспомните притчу Спасителя в Евангелии от Луки про неверного дома правителя, когда он говорит о том, что «сыны века сего всегда проворнее, сынов света». «Лучше устраивают себя, делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы». Третья глава, пятнадцатый стих. «Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и пред лицем Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его». Тоже шестнадцатый стих, третьей главы. «И когда Господь придет, то все увидят». Что же все увидят? «Различие между праведниками и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему. Ибо вот придет день, пылающий как печь, тогда все надменные и поступающие нечестиво будут как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставят у них ни корня, ни ветвей. А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет солнце правды, и исцеление в лучах Его. И вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные, и будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, которые я соделаю, говорит Господь Саваоф». Это третья глава, восемнадцатый стих, и четвертая глава, третий стих. Вот этот отрывок. Солнце правды, в данном случае, это Христос. И подтверждение этому мы можем найти в книге «Откровение» Иоанна Богослова. Двадцать первая глава, двадцать третий стих. Там говорится, «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освящения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его Агнец». Особенностью апокалипсиса книги «Откровение» является то, что Христос там называется Агнцем. И мы встречаемся со многими гимнами, которые посвящены Богу и Агнцу, отдельно Богу Отцу и отдельно Агнцу. И мы видим, что Агнцу воздается равное поклонение, как и Богу Отцу. Отсюда мы учим, что Христос – это истинный человек и истинный Бог. Итак, мы подходим к завершению чтения книги пророка Малахии. И она завершается пророчеством о наступлении Дня Господня. Вот что говорит пророк. Четвертая глава, пятой-шестой стихи. «Вот, я пошлю к вам Илью пророка пред наступлением Дня Господня, великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Эти слова в Новом Завете относятся к Иоанну Предтече. Сравните Евангелие от Матфея, 17 глава, 10-12 стихи. Итак, дорогие братья и сестры, мы с вами завершили чтение книги пророка Малахии и заканчиваем в этом году чтение книг малых пророков. Я надеюсь, что это чтение принесло вам, прежде всего, большую духовную пользу. Ну и, конечно же, интеллектуальную. Мы должны всегда сочетать духовное с разумным, с интеллектуальным, изучать Священное Писание, молиться Священным Писанием, но в то же время понимать истоки, корни и богословия этих книг. Для этого мы собираемся здесь, дабы заинтересовать, проявить любовь к Священному Писанию и научить потихонечку привать себе культуру чтения Священного Писания дома и глубинного, глубокого Его понимания, дабы выстраивать нашу духовную жизнь сообразно с Божественным Откровением. Итак, дорогие братья и сестры, будем молиться и помните о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости, Господи, и до новых встреч! Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое превыше небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова